Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я расскажу вам о чудесах Куличанского храма. Село Кулевче расположено в Украине в 110 километрах от Одессы и в 30 километрах от моря. Построили Свято-Никольский храм в начале XIX века. Свято-Николаевский храм в селе Кулевче прославился далеко за пределами Одесской области и Украины. События, происходящие в храме, настоящие чудеса. Отпечаток иконы Целителя Пантелеимона и Георгия Победоносца на стекле, снятом с иконы, остался отпечаток святых. Икона Казанской Божьей Матери с лилиями. Цветы растут и распускаются прямо внутри киута и перед иконой без почвы и воды. Биолога из Ботанического сада Университета в Одессы и Москвы пытались объяснить загадку появления лилий на иконе Казанской Божьей Матери. Проводили эксперименты. Сам факт произрастания новых ростков их не удивил. Действительно, в сухих стеблях прошлогодней лилии есть немного питательных веществ, чтобы появились луковички, но не полноценные цветы с распустившимся бутоном. К тому же, далеко не каждый стебель даст потомство в виде луковичек, а цветы в храме всегда расцветали к троице. Чтобы доказать чудесный факт, несколько независимых ученых групп клали в киут и под киут срезанные в другом месте лилии. Относили лилии из прихрама Вагополисадника в Киево-Печорскую лавру, и они плодоносили и зацветали. Голговский крест внутри храма мироточит особенно обильно в выходные дни, когда идет богослужение. Мира собирается и раздается прихожанам как чудодейственное лекарство. Криминалисты и эксперты из Одессы изучали Голговский крест храма, который бильно мироточит во время службы. Спектральный анализ и рентген не смогли объяснить происхождение маслянистого вещества. Судмедэксперты развели руками. Перед нами Божье чудо. Кровоточащая икона Иверской Божьей Матери на иконе, под киотом которой не снимали, длительное время появляются следы крови. Такой же вывод судмедэксперты сделали и при исследовании копии Иверской иконы. Как на оригинале, так и на копии щека Богородицы кровоточат уже длительное время. Было предположение, что на иконе действительно кровь. В ходе экспертизы оно подтвердилось. Пятна бурого цвета содержат оксид железа, что характерно для засохшей крови. Однако, как икона кровоточит. Почему количество крови увеличивается? Этого ученые объяснить не смогли. Но всем скептикам дали научное доказательство, что киот не открывался более 35 лет. Интересно, что наука бессильна перед фактом. Как копия иконы начала кровоточить ровно в том же месте, как и оригинал, не говоря уже про само чудо. Медики отмечали исцеление неизлечимо больных людей, кто обращался в храм за Божьей помощью. Но и они не смогли дать этому чуду научное обоснование. Загадки старых икон и Голговского креста так и остались неразгаданными. Ученые лишь подтвердили достоверность происходящего. Но прихожанам храма и верующим людям не нужны научные доказательства, ведь чудо происходит на их глазах. Настоятель храма предлагает всем убедиться чудодейственной силе икон и других артефактов. Подобные чудеса надо воспринимать сердцем, а не умом. В следующий раз я расскажу вам о кровавом тумане в Москве. На этом на сегодня все. Оставляйте свои комментарии, что вы думаете об этом чуде. А также присылайте истории о чудесах, которые вам известны. Если вам не понравился рассказ или вы не верите в Бога, а думаете, что люди произошли от обезьян, то ставьте дизлайк. А если вы человек верующий, и вам понравился рассказ, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Это очень поможет продвижению канала. Верьте в Бога и уповайте на Него, и Бог вас никогда не оставит. Всем пока!